всем привет сегодня у нас вот такая вот небольшая гора посылок но эти посылки не из раздела one dollar а более весомые это все мне доставила в новая почта ну и сейчас мы на это посмотрим я думаю каждая посылка из точнее каждый товар из этих посылок достоин отдельной распаковки отдельного обзора но я решил все сделать вместе а если кому что интересно чтобы я рассмотрел более детально и снял отдельный более детальный обзор пишите в комментариях и я постараюсь выделить время и сделать обзорчик где-то и в этих посылках мои довлажданные очки сяоми я заказывал очки b1 они не не отправили или отправили они вернулись я не знаю и под пришлось заказать их уже нету на gear best а в остальных магазинах b1 дорогие поэтому я заказал вторую версию очков сяоми но сейчас мы папа все посмотрим и я расскажу историю каждого товара итак куча товаров вот таких вот все они несколько товаров из gear best а и в основном в основном gear best но есть вот ebay и это розы гал вот остальные все это gear best ну и давайте по порядку посмотрим и что вас больше заинтересует добиться пишите в комментариях что на такую вещь нужно более детально и я сделаю отдельную распаковку обзор ну как не распаковку уже распаковку мы сняли отдельный обзор на этот товар инструкция на китайском это тестер тестер по моему с розы гал в описании будет ссылка на магазин конкретно где его купил вот этот тестер по моему стоит от 10 долларов но я его покупал около 5 долларов 5 по моему доллара был по акции ссылка на акцию тоже будет в описании вот английская инструкция здесь есть но мы любители читать инструкции попробуем разобраться с ним самостоятельно то есть вот смотрите и все на китайском но в принципе не знаю интересно можно переключить на английский вот такой формат можно переключить это я включил powerbank ну для того чтобы проверить работает он или нет вот здесь несколько режимов вот они переключаются этой кнопочкой здесь больше никаких нету снизу технические характеристики этого тестера ну и юсби здесь юсби в общем юсби папа мама все включили он такой писки встает и включается он на том месте где мы оставь остановились прошлый раз то есть здесь режимы можно включать вот это первый на китайском это второй режим это 3 и это китайский ну и давайте попробуем что-нибудь подключить к нему я придумал подключим мы к нему наушники зс-3 к з зс-3 по моему я их покупал на кафагу или может на том топе в общем на каком-то магазине точно не на герб она или на розыка на розыка у скорее всего была акция и я их купил вот давайте посмотрим ну роз галл это ух ты как они стильно выглядят не так как мои зс-3 если хотите зс-т по моему у меня да я всегда восхвалял наушники ппп-012 они реально отличные классные и я ими пользуюсь ухты как они выглядят так обтекаем а здесь такая вот ножка видно нет прикольно а я их достал хочу хотел подключить к usb а у них же здесь кабель обычный не bluetooth а у меня у наушников bluetooth ну в общем смотрим давайте посмотрим на них а для теста тестера будем исполнять да я про них сниму обзор конкретно про эти наушники я с ними немножко похожу и сниму обзор как они в сравнении с наушниками за с 3 я сейчас пользуюсь с 3 ой за ст а это за с 3 вот сейчас пользуюсь за ст они лучше звучанием чпм пвп но немного хуже в удобстве кстати кабель классный тоже как и в прошлом версии хорошая такая резина вот длинный кабель хорошего качества вот здесь прямые ножки то есть с моих ст сейчас дата кабель подойдет сюда к этим наушникам ну давайте пока тоже хочется закончить с тестером поэтому наверное мы возьмем вот эту вот штуку это фонарь стопак на велосипед велобег я для ребенка покупал вот здесь в комплекте у нас идет кабель крепления до для разных рам две резинки разные разного размера для разных велосипедной рамы да то есть на руля которой трубки ширины вот и зарядочка вот юсби вот давайте мы ее и воткнем и проверим заодно как заряжается воткнули и где же сама сам стопачок я их купил белый красный по моему ссылка будет в описании вот так вот они резинка будут цепляться на велосипед вот так вот качество кстати хорошая и покупал я его за 1 доллар а то и меньше и качество действительно хорошие и давайте посмотрим может вот эта кнопка включения или где здесь включение ну вот я нашел зарядку давайте вначале посмотрим зарядку отложим резинки это белый пока пришел но я покупал такой же красного цвета ребенку на велосипед вот и недавно на розыгал была акция тоже я его еще один купил по моему 76 центов бывали что такое вот но фонарь действительно прикольный а воткнули так плотненько воткнулся ну давайте посмотрим что нам покажет теста что-то покажет вообще выключился загорелся он и так якобы заряжается вот и что у нас показывает тестер 0304 ватт часа залило 29 градусов цельсия что-то of 1 миллиампер час давайте посмотрим 5 вольт 019 ампер дает 0001 ампер час залило ну работает все отлично у меня есть уже один тестер этот купил как по советам потому что говорят что этот самый прикольный тестер с экранчиком все данные тут у меня тоже с экранчиком но говорят что этот прикольный поэтому я его тоже взял но все работает давайте мы его отложим и дальше разберемся с фонарем так классная вещь откладываем фонарь фонарик как он светит давайте посмотрим вот мы его подзарядили немножко вот так выглядит вот кнопка включения так понимаю вот так он засиял кстати он ярко светит он ярче светит чем фонарик впереди у ребенка вот такими вот несколько режимов и свет белый просто класс включается выключается длинным нажатием в комплекте идет две резинки на разного диаметра для закрепления на велобеге или велосипеде вот ну бомбовая штука наверное еще надо купить парочку на запас и друзьям на подарки классная вещь дальше mi band и mi band и я уже брал несколько раз поэтому давайте мы один откроем посмотрим итак ну все как обычно ремешок инструкция зарядочка инструкция интересно на китайском потому что international версия была написана когда покупал в этой версии нет все на китайском так что и давайте посмотрим на сам датчик вот так выглядит датчик в общем с mi band и все как обычно закрываем и откладываем далее далее давайте посмотрим что в этом пакетике у нас лента одна лента с прикольно с включателями есть причем она с двух сторон получается можно ее подсоединить папа-мама что это здесь у нас неровно провод держится так в общем у меня нет чем ее проверить пока но уже идет блок питания которому можно будет подключать и мы проверим действительно она с виду очень качественная получше чем та которая была у меня и она диоды все покрыты силиконом то есть давайте немного разверну поближе попробуем снять вот видно нет она покрыта слоем силикона сверху то есть диоды не просто к ним дотронуться они покрыты силиконом полностью вот чем прикол я не помню по моему это как раз в андоллар было или в какой-то акции но я найду и ссылка будет в описании у бобинки отловилась одна ножка но это бобинка это не самая вообще нужная вещь в этом устройстве и и что у нас в этой коробочке а это пульт управления к этому устройству и есть драйвер которому можно подключить акт драйвер подключается к питанию блин наш интересно стало где найти питание такой вход ну от ноутбука от ноутбука толстый у меня в общем такая вот комплектность сама бобина диодов вот такой вот пульт то есть с разными цветами rgb можно управлять все осталось и драйвер не осталось только найти чему подключить блок питания отлично ну на новый год как раз перед новым годом пришла на новый год куда-нибудь подключу далее давайте что-нибудь ой что это это юзер меню а вот этого устройства так пойдем что у нас дальше давайте очки будем в конце давайте посмотрим геймпад с ним такая история купил я его на распродаже бэй был купон при покупке на 20 долларов при заказе от 20 долларов скидка на 10 долларов я купил его и батарейки на лупу на 800 миллиампер часов но такие как был пульте ставить не заметил вначале хотел быстренько купить просто ухты как он выглядит круто то есть обошлось мне вот этот пульт и батарейки на лупу обошлись в там 11 по моему доллару акция опубликовалась у нас в канале вот так он открывается почему больше не открывается наверное для удобства вот так это делается кнопки нажимаются с таким но приятным щелчком джойстик меньше чем иксбоксовский примеру напишите в комментариях интересно вам или нет как он будет работать с телефоном селек старт вот и я его подключу вот здесь заряд и уже протестирую насколько его хватит ну а пока он возвращается в коробочку далее просто куча интересных посылок вот давайте дальше что это у нас это тоже что-то от сяоми но залеплено обычно они любят так залепить наклейку чтобы не понять что это такое ладно белая все не картинки ничего давайте посмотрим узнаем что здесь у нас внутри инструкция инструкция на китайском спикер маленький спикер вообще он какой крохотный я думал он больше будет вот пришла получается одна колонка я ее кстати заказывал намного позже чем эту они пришли одновременно вот там буквально наверное несколько дней разница была вот такая вот кроха так все выглядит вот здесь кнопка включения я так понимаю но он наверное разряжен потому что я нажал кнопку и никакой реакции не произошло а нет заряжен вот сразу пошел поиск телефона верхушка металлическая и так взял телефон давайте поищем колонку она сейчас в режиме вот portable bluetooth спикер соединились ну и давайте поищем где тут музыка поездку поездку слава с поездку очень классно играет маленькая такая колоночка но орет вообще ты был вообще крутяк отлично и давайте сразу уж раз мы взяли телефон возьмем и откроем вторую колоночку которая побольше снизу иероглифы задняя панелька она какой-то пластик но она почему-то закрыта защитной пленочкой пока снимать не будем здесь написано bluetooth спикер юсб для зарядки и 35 выход громкость есть и снизу две прорезиненные ножки такая рамка у нее металлическая спереди и сзади пластик давайте включать включаем загорелась лампочка вот это вот наверное xmf hz 02 кодовое имя давайте попробуем если это не к соседям да это она подключена и давайте попробуем как она играет громкость на телефоне пока не выстраиваем и давайте на максимум громко сделаем на телефоне колонка реально орет вообще круче чем мои колонки стационарные возле компьютера реально можно одной колонкой такой заменить два две моих старых колонки реально она ну как классно орет громко четко звучание прикольное в общем я очень доволен так остались у нас очки и ночник давайте начнем с ночничка первая версия у меня недавно уже было точнее 2 или первое ли это 2 я уже запутался вот но та версия мне очень понравилась и вот такой вот ночничок да этот эта версия здесь вот такая вот штука я не знаю зачем она в общем нужно погуглить инструкции здесь больше ничего не нету коробочки вот инструкцион на китайском вот и здесь у нас вешать можно вешать я так понимаю эту штуку на стену батареек я не вижу поэтому кто во второй версии были батарейки шли в комплекте давайте посмотрим батареек нет ну давайте я попробую найти здесь получается нужны мини пальчиковые это максимальная яркость и тут второй режим яркости вот такой чуть слабее два режима яркости включение авто такого ничего нет то есть сзади выключаются только два режима яркости если свет включим то она включаться не будет давайте проверить вот свет включим и она не реагирует ни на движение не ничего сейчас выключу ну скажу сразу реагирует она хуже чем вторая версия да и батарейки мне не нравится что здесь используется там лучше вставил зарядил и отключил плюс у этой версии нету таких креплений как у второй где можно на магнитик повесить вот на магнитик на крючок там ну вторая версия намного круче этой первой вот сейчас мы их сравним вот вторая версия она во первых меньше во вторых реагирует лучше да то есть за счет вот этой выпуклости она на любые малейшие движения начинает реагировать тусклее она горит тусклее чем этот этот ярче горит вот здесь у нас батарейка и два крепления батарейка встроенная то есть зарядка по микро юсб режимы выключен автоматически и включен вот она горит так кстати по яркости наверное тоже самая уже батарейки убрал по яркости то даже ярче наверное ярче и цвет приятный желтый но меня больше устроил нравится вот такой вот крепление есть можно куда-нибудь повесить на крючок или даже в гараж взять допустим там но белая она как бы в гараж не возьмешь но как вариант куда-нибудь машине повесить можно на крючочек где-нибудь вот и у такой магнитик стационарный куда-нибудь прикрепить вот эту железную площадку и потом на магнитик ее цеплять и проблематично зарядить эту штуку тем более у нее автономность отличная зарядить ее там раз в месяц или раз два месяца это несчастно нещадно эксплуатировать вот но в любом случае один перестала загораться зарядил и никаких проблем нету батарейки дофига аккумуляторов надо в общем ну короче вот такие вот они две версии рядышком вот давайте крышечку одену заметил разные размеры вот этих крючочков разная ширина у них для того чтобы закрывать именно определенным методом вот так выглядит на наушниках написано вот left они я вставил уже лучше попробовал они ну реально намного удобнее чем но как бы мне кажется они и амбушюрка здесь сразу такая которая мне подходит и за счет вот этой вот штучки она удобно садится в ухо и так вот они сидят в ухе очень легло как ну в родное вообще влитое по форме ухо ну просто класс вот с проводом так она выглядит с проводом вот так ну крепко сидит даже крючок этот убрать его вот так она все равно в ухе держится вот под углом не выпадает ну все-таки перекрутилась но все равно в ухе держится плотно и не выпадает удобно очень тест на шапку тоже проходит вот ну возможно потом сделаю более детальное сравнение уже этих наушников и zst это zs3 а у меня есть zst вот так это выглядит с кабелем вот провод это кабель кабель обычный звук классный ну такой же как практически одинаково ну как практически я одну разницу в не нашел в разнице в звуке но они намного удобнее сидят в ухе в моем поэтому я думаю что они все-таки выиграют у zst потому что удобней то есть zst они проигрывали только в одном то есть у них звучание лучше все равно я смотрел сторону ppb 0 12 потому что они самые удобные в ухе были вот а теперь я уже сомневаюсь что я вернусь ppb то есть похожу с этими и скоро придет еще дата кабель для с изгибом вот здесь таким то есть он нет не так будет идти прямо а уже с изгибом вот как раз для zst у меня дата кабель для этих наушников как раз он который я сейчас нашу zst bluetooth вот он как раз для этих наушников подходит последний герой нашей распаковки это очки я уже рассказывал что я заказывал b1 вот это очки для работы за компьютером я заказываю очень хотела не стоили 32 доллара но нет не выслали потом написали о извините и так далее и лишь или может выслали они не дошли в любом случае не написали что не могут не выслать больше и поэтому мне пришлось заказать вот такие они вернули деньги вот такие вот очки идет чехольчик больше похож на кому рука поискую для ножа вот идет инструкция а здесь каталог типа очков какие есть вот я очень хотел b1 конечно но посмотрел они стоят других магазинах 45 долларов 41 вот вот у некоторых 55 долларов поэтому я не решился их брать и заказал более дешевую версию очков xiaomi вот такую тряпочка очень приятная на ощупь на ней что-то нанесено вот т.с. т.с. и не могу разобрать турок стейн хард стейн хард в общем турок стейн хард какой-то давайте ложим тряпочку и давайте смотреть на очки такие желтым оттенком не знаю передаст камера или нет выглядят очень стирно и прикольно вот такая тонкая черная рамочка вот очень мягкие вот эти вот штучки ну конечно у b1 они там настраиваемые сменяемые здесь в комплекте я ничего такого не вижу вот давайте померяем вот так они выглядят выглядят прикольно ничего не мешает не давит у меня от моих очков которые сейчас у меня вот здесь на переносице остаются такие синяки в конце дня вот здесь же ничего не давит все удобно ты их практически не чувствуешь то есть я думаю что через несколько минут пользования ты забудешь что они на тебе есть вот отличные очки выглядят тоже прикольно вот ну конечно все равно я почему-то я буду этими пользоваться с удовольствием но если у b1 где-нибудь в магазине упадет цена до 32 долларов как было на gear best и потому что такой цены я больше нигде не нашел если опустится цена я обязательно куплю еще себе b1 на этом у меня все ставьте лайки подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок комментируйте в комментариях чтобы вам интереснее было посмотреть более детально и я сниму эту вещь и выложу отдельным видео с более детализированным описанием и более крупным планом сняв